Девушки отдыхают Сагарматха из Гималаев Да, во весь рост Она же Джамалунгма Слава богу Новость Полиция установила подозреваемых В краже золотого ключика Из фильма приключения Буратино У нас есть даже фотография с камер наблюдения Вот это Нет, вот ты повесь ее Вот это смех смехом Все помнят какую программу делаем Серьезную информационно-аналитическую программу Поясню На самом деле Этот самый ключик Его украли Это было в театре, да, где-то в каком-то А вот Дом молодежи Василия Островского района Там хранился этот самый памятный ключ Из известного всем фильма И вот его украли Ну полиция стала, естественно, искать Естественно, установила тех, кто к этой краже причастен Но мне кажется Но мне кажется, что здесь гораздо важнее, конечно Не этот формальный Формальная, как бы, комичность всего эпизода Угу Ведь подумайте Люди, которые покусились на этот ключ Святыню На сказочную святыню Как угодно Они же не думали Не предполагали Что он действительно золотой Скорее всего, нет Просто продать Может где-то на аукции На ebay На ebay На ebay Знает, что такое И что для русских детей Вот этот самый ключик Да На ebay Никто этого не знает Поэтому мне кажется Что мы сейчас присутствуем При Я вот не устану повторять При первых ростках Так сказать Нового эстетического сознания Чего грабителей Или полицейских Людей Россиян Россиян Вот вся эта беготня И толкотня возле памятников Известным и неизвестным поэтам Она же к чему ведет? К главному То есть люди начинают знать имена поэтов Читать поэтов Люди начинают внутренне совершенствоваться Люди начинают Сейчас спираются переиздавать Абая Ну так Кунанбаева Кунанбаева Само собой Я кстати Вот это знаешь Вот это По небратскому К нему Вот это Абай Окупай Абай Абай Кунанбаев Между прочим По-моему Рожденный Ибрагим Даже если я ничего не путаю Так вот Ключку Абай окупится Люди улучшаются таким образом Люди улучшаются Люди тянутся к прекрасному Впервые Впервые В издательском бизнесе Абай Кунанбаев окупится В магазинах За всю После этой акции Ну он уже окупился Уже оккупантов выгнали Так Окупился Да Так вот Люди улучшаются Но ты знаешь Как любой слишком быстрый Так сказать Процесс Эволюционный Вот не плавный Реально эволюционный А как любая революция Это еще одно вам Для размышлений Друзья Ложащаяся На недостаточно Унавоженную почву Она дает Всякие поразительные Парадоксальные всходы Ну то есть Человек чувствует себе Внутри бурю Этического Понимаешь И чтобы утолить Эту жажду этики Настоящей И эстетики Что он делает Он раздобывает себе Посредством кражи Золотой ключ Можно в двух словах Понять Я ни черта не понял Что ты сказал Это нормально Люди которые тянутся Эстетики все поняли Короче люди решили Стать лучше Но из-за того что Это решение Пришло к ним за одну ночь Или две Они еще не знают Как именно стать лучше И слишком долго не хотят Они просто берут И тырят ключ А ведь эту энергию Эти сами воры Могли потратить На ограбление банка Нет Выбрали другой объект Это же ключ Понятно Это некий На самом деле Это просто Духовного роста Это хочется сказать В масштабах страны Причем начиная С самых оригинальных элементов Друзья мои Просто есть черный рынок Сказочных артефактов Да ладно Ну конечно Ну вот сейчас Где-то всплывет ключик Борода черномора Борода черномора Ваткеша из ничего Артемон барыжет белым Вот это вот все Ставни вот эти Вот А где тетя Таня сейчас Конечно Она же авторитет Сказочный авторитет Ладно Есть еще одна новость Кстати И тоже связана С нашими правоохранительными органами Сотрудники федеральной службы охраны Занимающиеся в том числе Охраной первых лиц государства То есть ФСО Заказали В преддверии сочинской олимпиады Специальные профессиональные костюмы для яхтинга Стоп еще раз ФСО заказал костюмы для яхтинга 16 штук Костюмов для яхтинга Причем явно наверное одинаковых Обойдется бюджетом в 300 тысяч Да Угадайте Задаем вопрос 300 тысяч рублей Задаем вопрос Всякого рода Интересующимся элементом Можно ли догадаться Чем будут заниматься первые лица государства Во время сочинской олимпиады Нет Ответ да А нет Они думали что никто не догадается А он все взял и Извините Это же газета известия Об этом сегодня написала Ну да Абсолютно верно Они якобы в костюмах яхтсменов Будут патрулировать акваторию Черного моря Эксперты удивляются Почему они не заказали специальные шапки Ну соответствующие То есть смотрите Если в акватории Черного моря В период проведения олимпиады сочинской 2014 года Увидите яхтсменов без шапки Знаете Аккуратнее Потому что это служба ФСО Прижмите яхту к обочине И прочие вещи Также кстати Это не весь абсурд Недавно Были другие обновки В гардеробе ФСО Они заказали 8 тысяч колготок Полторы тысячи фуфаек и кальсон ФСОшники Нет ну это правильно Это понятно Нет это правильно Просто сбивают со следа Так всегда делаются Какого со следа На самом деле помните Когда 11 сентября Не со следа какого А со следа с чего Хорошо 11 сентября Вот эта страшная трагедия произошла Где был Джордж Буш Где был Сидел в детском саду Сидел в детском саду И среди детей Естественно были ФСОшники Так же и здесь То есть будут же Высокие лица государства Посещать детские сады Ну ФСОшники будут в колготах Я потому что В колготах ходят до 7 лет А также полторы Максимум Да А также Я в колготах ходил первые пару лет Костюмов для рабочих В том числе для сварщиков Друзья ФСОшники Вот правда Для того чтобы создать Иллюзию Да или не иллюзию А вообще полную защищенность Сочи На период этой Олимпиады Надо было купить всем ФСОшникам Костюмы таксистов У нас любой злоумышленник Оглянется вокруг Поверит что Тут столько ФСОшников Ну что тут еще делать Все Никаких яхтсменов Никаких сварщиков Да Согласен И дешевле Выглядит немножко глупо Еще курсы верчания ключей На пальце нужно пройти Да И вина достать Ну вот это то что меня заинтересовало Порошка для вина Вино потом В 2014 году разведем уже Нет Смехом А правда На самом деле Меня это смущает И меня это заботит Потому что люди Которые призваны Защищать Охранять И так сказать Не просто охранять физически Но организовывать Так сказать Безопасность первых лиц государства Когда приходишь в магазин Дайте мне пожалуйста Красный парашют И ласты Ну все же понимают Куда поедет президент Куда поедет президент Конечно же на Байкал Ничего Яхтсмены в масках для сварщиков Все нормально Хорошо Мы их обознаем Есть еще что-то интересное Да Есть еще одна инициатива Инициатива в принципе Ну такая позитивная Правильная и положительная И куда-то продвигает нас В сторону более развитого общества Но как всегда Она в нашей стране Почему-то делается из-под палки Рабочая группа По вопросам развития Безналичных платежей При Министерстве финансов Российской Федерации А есть и такая Подготовила законопроект О принудительном переходе На расчеты С помощью банковских карт Бойтесь бабушки И прочие люди Которые до сих пор Как и не боятся банкоматов Ну потому что как же бывает Да 15 числа Вроде бы карточка У меня у мамы есть карточка Все здорово Но 15 числа Всю сумму Сразу же в банкомате Потому что мало ли Что с ней надо Потому что я вам скажу Что 85 Это же удивительная статистика Она почему-то Вот не потрясает Никто не бегает С выпущенным глазами Не говорит Это правда потрясающая статистика Там около 80% Всех операций С банковскими картами Это тупо Съем Всей наличности 80% Две операции Запрос баланса А потом Вот такое же Скрупулезное Введение суммы Для полного снятия Запрос баланса Разочарование И тем не менее Снятие всех наличных Да кстати Ну вот из положительных Ну из-под палки Тяжело наверное придется Говорю бабушкам Дедушкам и прочим Но зато вот обязуют Практически все предприятия Торговли Ну оборудовать Терминалами для приема Банковских карт Это правильно И малые в том числе Я вот не думаю Что это Как ты говоришь Продвигает нас на пути К цивилизованному Почему это же удобно Я тебе объясню почему Почему Потому что у нас есть Генетическая Да какая генетическая Просто физическая память И о павловских реформах 90-х годов И о бесконечных Девальвациях денег Представь себе У тебя есть какие-то деньги Они лежат дома И ты сейчас без всяких Без шуток И без иронии говорю Так или иначе Ты ими распоряжаешься Повторяю Так или иначе Ты ими распоряжаешься Теперь предположим Что у вас есть Виртуальные деньги Которые все-таки Там ты можешь Трижды там Каждый банк Может выдавая бабушке карту Трижды там Перекрещиваться И говорить В любой момент Да Но тем не менее Вот что-нибудь произойдет И у тебя на руках Внимание друзья Мы просто Свыклись с этим А ведь это правда У вас на руках Кусочек пластика А что должно произойти Ну не знаю Дефолт Вообще деньги отменили Не знаю Деньги отменили Рухнул весь финансовый рынок Не принимают больше Ни российские рубли Ни любую другую известную На зеркальце перешла цивилизация Если в Америке Извергнется супервулкан Который там На территории Америки находится По-моему в Йеллоустоуне В Йеллоустоунском парке Это же супервулкан Я серьезно вам говорю Любое Вот представьте себе 10 тысяч извержений Самых больших За всю историю человечества Вулканов Единовременно Америка просто Ну я даже про доллары не говорю Все накроется Медным Каким угодно Пепельным тазом Карточки мне кажется Уже будут во-первых Не в ходу Всем будет наплевать Все будут рвать и метать И будет такое мародерство А вот по поводу того Что это удобно Действительно это удобно В магазине это удобно для нас А во-вторых Ну бабушки с дедушками Рядом с крестиком Будут носить наверняка На шею эту карточку Чтобы нигде не потерялась Проколит Проколит Чтобы не потерялась По магнитной полосе проколит Вы знаете как удобно Пластиковой карточкой Масло резать И намазывать Я опасаюсь Елоустолновского Извержения Ну смотрите Ладно попробую Кстати Кстати о попробую Друзья Я что-то попробовал И в общем пока Мне понравилось Гитара Хорошо Нет нет Я завел себе твиттер Ну наконец-то настоящий Уже настоящий Вчера был фейковый Урод Который от моего имени Всякие гадости писал Вот Сегодня он встретил Убедил Анатолия Завести настоящий Встретил И убедил действительно Я завел Есть еще одна тема Которую хочется обсудить Но хочется обсудить ее С гостем и профессионалом Своей области Поэтому буквально Через несколько Секунд Или минут